Яркие краски кубанской весны по версии старшего поколения кубанцев. 70 ветеранов приняли участие в конкурсе, который Банк Кубанькредит провел совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России. Этот творческий тандем существует уже два года. Все организационные вопросы берет на себя финансовые учреждения, покупает подарки и грамоты, а пожилые люди становятся участниками. Наши старшие поколения, они, честно говоря, люди творческие. Выходя на пенсию, конечно, надо как-то себе занять. И они, естественно, те творческие начала, которые когда-то были, но они не могли перетворить в жизнь, они сейчас как бы развивают. В номинации «Графика» первое место заняла краснодарка Ольга Шарова. Часть ее работ выполнены в технике «Батик». Победитель в номинации «Живопись» Владимир Сукманов в Василковский район. А Александр Расторгуев из Краснодара и Любовь Пекут из Новороссийска завоевали приз зрительских симпатий. Среди сотни работ, представленных на выставке, есть картины Нины Филатовой «Часовня Сергея Радонежского» в Алааме. Ее любимая работа. Позитивное отношение к жизни. Это так здорово. Нельзя замыкаться в рамках своей квартиры, своего дома, своей семьи. Внуки – это прекрасно, но нужно заниматься еще чем-то. Нужно выходить за пределы своей квартиры и заниматься еще любыми делами. Это радует, это очень дает такой толчок. Забота о старшем поколении – это не разовая акция. Это целенаправленная политика, которая реализуется с самого основания банка, говорят финансисты. Связь поколений. К сожалению, это уже понятие несколько затертое, скажем так, но оно должно быть. Когда люди общаются между собой, взрослые с младшими, когда передают свои знания, опыт. Поэтому без поддержки ветеранов, без поддержки наших пенсионеров, наверное, мы по-другому не можем. За два года организаторы успели провести фотоконкурс, конкурсы прикладного искусства, хоров и даже разносолов. Останавливаться на этом не собираются и сейчас придумывают очередное состязание.